В магазине Хобби ДНЮА всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Хобби ДНЮА – это твои увлечения. Попробуйте новую версию сайта. Вас ждет новый дружественный интерфейс, удобная навигация, огромные арты, возможность поделиться своими фото готовых работ, комментарии покупателей. Ссылка на новый сайт внизу в описании. Всем друзьям большой привет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Продолжаем работу над теорамой. Значит, на данный момент у нас она получается какая-то урбанистическая. Там у нас только домики, машинки, трамвайчики. Поэтому хочется немножко разнообразия, немножко зелени и попробуем сделать дерево. У меня уже был небольшой опыт изготовления всяких зеленых насаждений. Это были елки, это была пальма. И на заре своего творчества пытался делать лиственное дерево. Получилось никак, на мой взгляд. Поэтому особого опыта по изготовлению лиственных деревьев у меня нет. Но думаю, что что тогда получится. Для начала, есть у меня какие-то такие проволочки, из которых я буду делать каркас ствола дерева. Так как дом на диораме порядка 20 см, то и дерево хочу сделать такое соразмерное. Не скажу, что выше, но примерно, чтобы было такое же. Поэтому я нарезал, если не ошибаюсь, 10 кусков проволоки, длиной по 50 см каждый. Теперь я их сложу вдвое и начну как бы закручивать. Получится что-то в районе 20 см, я так подогреваю, может быть чуть меньше. Потом, возможно, более тонкая проволока, я еще буду доплетать, чтобы были побольше веток. Почему именно вот такой вот способ, да? Почему не порезать там на 20 см и не скрутить? Потому что, смотрите, после того как... Во-первых, будет удобнее держать, у меня здесь будет петля. Во-вторых, после того как я его скручу, и это, конечно, все покажу, эту петлю, петлю можно будет потом разрезать и сформировать из нее отдельно корни. Будет достаточно прикольно. То есть мы как бы убиваем двух зайцев. Во-первых, удобство, и во-вторых, будут сформированы корни. И так, как-то так вот получилось у меня деревце. Конечно, можно еще веточки подвыгнуть, как мне больше нравится. Значит, вон, наверное, плохо видно, но я сделал так, с одной стороны, более сплюснуто, а с этой, более ветвисто. Почему? Потому что деревце будет стоять у меня с краю диорамы, и так как оно будет упираться, по сути, в стенку шкафа, где оно будет стоять, то такое размашистое со всех сторон дерево мне не особо как бы подходит. Поэтому принял решение сделать его немножко таким своеобразным, в одну сторону выгнутым. Теперь смотрите, чтобы избавиться от таких вот скруток, я постараюсь все это залепить полимерной глиной, запечь, и наше деревце будет готово к покраске ствола. Итак, облепил я полимерной глиной все основные стволы и ветки. Здесь, как видите, сделал такую имитацию срезанной ветки, для того, чтобы оправдать тот факт, что дерево у нас не классическая такой шарообразная форма, немножко, с одной стороны, асимметрично. Значит, теперь я хочу сделать имитацию коры, немножко подровнять, сделать имитацию коры, и затем можно будет запечь. После запекания я сформирую корни, а вот эта часть веток, которая торчат разной длины, ее уже укорочу и сделаю того размера, который меня устраивает, именно тогда, когда буду уже формировать листву. Итак, долепил я вроде то, что хотел залепить. Значит, я, как я говорил, с торца здесь петлю разрезал, развел в разные стороны и сделал такую имитацию корней. То есть, как бы деревце у меня стоит. Хотел сделать кору, сымитировать, но особо сильно не получилось. Я, знаете, взял зубную щетку, и вот на видных местах так чуть-чуть потыкал, она получается у меня не продольная такая кора, а вот вроде какие-то следы видно при ближайшем рассмотрении. Но я думаю, потом, во время покраски, там смывочкой или там сухой кистью, я думаю, это будет более заметно. К этому мы вернемся. Сейчас, сейчас, согласно инструкции на полимерной глине, я в течение 30 минут при температуре 120 градусов Цельсия запеку это дерево. Вот, друзья, пошла жара. Вот мое деревце загрунтовано. В таком виде оно больше похоже на ремочую ил из «Харри Поттера». Я уже задумываюсь, может быть, действительно сюда найти какую-то модельку в 72-м масштабе машинки и готова диорама по сути. Но на самом деле нет. На самом деле продолжаем строить дерево для текущей диорамы. И сейчас я хочу ее покрыть вот таким вот «Wood Base» цветом от АК. Покрасил я ствол дерева. Значит, сначала вот такой красочкой «Wood Base», затем «Wethered Wood» и в конце прошелся смывка по дереву. Получился такой результатец. Сейчас оно пускай подсохнет. Затем я еще кое-где пройдусь кисточкой по дереву. Например, там вот срез обязательно, там где ветка срезана. Надо пройтись еще, может, кое-где. Но пока оно сохнет, я его отрывать не буду. А займусь я вот такой вот штукой. Прикупил я, называется «Силикон». Чем отличается от синтопона, я не знаю, но на ценнике было написано, что это силикон. Значит, такой материальчик. Его мне много, это кусочек он не оторвал. Я хочу его вот так вот будет распушен и как основа для моего дерева. То есть, на него потом я его покрашу. Сейчас именно этим и займусь. Буду красить его в зеленый цвет. Затем я это дело распределю по веткам. И затем уже еще сверху чем-то покрою. До этого дойдем. Итак, пока сохнет дерево, я покрашу силикон. Еще один этап готов для нашего дерева. Покрасил я силикон. Можно подумать, что вот здесь много. На самом деле он просто хорошо распушенный. Интересный такой материальчик. Мне, по крайней мере, пока нравится. Посмотрим, как он будет залиться на наше дерево. Ну, вот такая вот заготовочка у меня получилась. Силикон выступает в качестве наполнителя листвы, чтобы она там не просвечивалась. А сейчас я хочу попробовать это все дело обсыпать вот такой вот штукой. За нее спасибо нашим китайским друзьям. Где-то там заказывалось. Больше мне вот это нравится, чем вот это. Ну, посмотрим. Значит, в качестве крепежа хочу попробовать использовать лак для волос с сильной фиксацией. Посмотрим, получится у меня это или нет. Хотелось бы, чтобы все получилось. Если вдруг не получится, то тогда старым, добрым способом, смесью пыла с водой. Друзья, ну, все вроде с деревом. Вот такое вот у меня получилось деревце. Готов принять от вас табуретки. Но, честно хочу сказать, я не ожидал такого результата. Честно говоря, мне нравится, ну, чего греха таить. Да, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. И вот такое вот дерево у меня получилось. Что хочу сказать. Хочу сказать, что эксперимент с лаком для волос был не особо удачным. Все-таки пришлось еще попшикать раствором клея ПВА с водой. Ну, и вроде вот сутки выстоял. Вроде бы с него не сыпется. Если сыпется, то совсем чуть-чуть то, что там не нужно. И вот такое вот деревце у меня есть. Значит, оно стоит. Оно реально стоит без малярного спотча. Просто во время кручения, ну, да, бывает заваливается. Поэтому я его здесь перекрутил. А так, в принципе, он на горизонтальной поверхности стоит нормально. Вот. Ну, и все. По сути, ну, пальма это не дерево, да? Елка это тем более не дерево. Поэтому можно сказать, что это первое дерево у меня на канале такое наиболее удобоваримое. Вот. Все. Все с озеленением. Значит, кому понравилось, не пожалейте лайк. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось. Значит, в следующей серии, я думаю, мы начнем делать подставку. Осталось совсем чуть-чуть. Еще не финишная прямая. После подставки у нас еще несколько фигурок. Ну, в принципе, экватор мы уже давным-давно прошли. Дело идет к завершению. Ну, а на этом все. Всем удачи. И всем пока. Вот так. Дружно и бессмысленно скоротали время. Субтитры сделал DimaTorzok